Девушки отдыхают Если как-то очень неправильно проведена в Европе, это излишняя защита женщин, излишние, правильно, фенистки добились того, чего хотели. У нас в России, к сожалению, все, мне кажется, наоборот. Не защищен. Так, Алексей, а вот это интересно. Лешечка, повисите 30 секунд. Профитроли, второй сезон, 63 серия. 86% британцев, как показал недавний опрос, вынуждены притворяться, что им нравятся полученные подарки. Вот сразу видно, приличные люди. Вообще, очень хочется узнать, какую гадость, самую ужасную гадость, кому дарили. Прям вот гадость ужасная. Очень хочется узнать. Очень. Вот тебе хочется узнать. Пришел Павел Глоба и спросил. Павел Глоба, вы знали всегда за пять минут до того, как вам родители вручат подарок на Новый год? Что это будет? Сразу расстраивались? Заранее? Или уже потом? Или притворялись? И вообще, кстати говоря, в школьной анкете у нас сегодня Павел Глоба. Тоже хорошо. Это Профитроли на маяке в 8 вечера. 18 часов 51 минута в столице. Друзья, кто перед компьютером? А вот на видеотрансляции на сайте радиомаяк.ру видно то же самое, что нам в студии. У нас какая-то страна. Это очень смешно. Если вам так же видно, то заходите, смотрите. Если нет, то мы короткое видео выложим в Инстаграм попозже. Да, у нас тут все видеосистемы зависли и делают очень смешные штуки с нами. Ужасно смешные. Прям гарлем шейк отдыхает. Ну ладно, поговорим с Алексеем. Давайте, давайте, давайте. Алексей, простите. Да, я с вами всегда с вами. Смотрите, ну так вот, что насчет России. Я думаю, вы кучу, на самом деле, вариантов видели, когда мужчины ведут себя по отношению к женщин по-хамски, очень вульгарно, с приставанием, что творят люди в общественных там, в больницах, в банках. Как они себя ведут. И, к сожалению, ни у девушек, ни у женщин, да, нет абсолютно никакого. Подождите, а как, может, я давно не был ни в больнице, ни в банке, а как себя там ведут мужчины, по вашим словам, то есть в массовом порядке? Столько хамов, нет, бывают нормальные, приличные люди, да, и там могут комплимент, наверное, хороший сделать. Столько хамов, которые там, про взгляды я не говорю. Я говорю о словах, о действиях, и бедные девушки не знаю. Ну, например, что вы имеете в виду? Ну, периодически он, ну, я не знаю, да, вот с примера сейчас не хочу вдаваться, да, но... Я думаю, какая-нибудь девушка вам сейчас обязательно позвонит из обслуживающего персонала и расскажет, как ведут себя некоторые наши российские мужчины. Нет, мне просто в память тут же всплывают случаи, когда вот ты приходишь в службу так называемого одного окна, и там вот ведут себя так люди, что... Нет, ну, мы не говорим, мы не говорим, да, об ответной реакции нашего там общепита, наших там банков полугосударственных, ну и так далее. Я говорю о нормальных вещах, о нормальных людях, которые обслуживают, с улыбкой пытаются, да, это делать, и какую реакцию они получают в ответ. Вот как раз с тетками из поликлиник, да, там сильно не пофлиртуешь и никаких действий не проведешь. А с девушками, с молодыми, с нерешительными, ну... Так может быть, надо всем остальным нормальным мужчинам как-то делать замечания, вот тем самым неправильным? Ну, да, стараемся, стараемся не поверить, и в метро тоже себя мужчины ужасно ведут, зачастую, да, и не уступают места. Ну, мы сейчас немного не об этом, да, я боюсь выходить, не хочу углубляться. Не надо. Выход есть какой-то из этого? Ну, выход все равно, должны быть какие-то рычаги действия на таких мужчин, не так сильно, как это там в Америке, да, и в европейских странах, но тем не менее, какой-то выход должен быть, какие-то меры должны приниматься государством, правоохранительными органами. Понятно, спасибо большое. Дай какую-нибудь отбивку, это невозможно. Ой, друзья, а правда, напишите на смс-портал 5533 в начале маяка, это проблема только на нашей стороне, или в видеотрансляции тоже так выглядит? Друзья, вот прям, дети какие-то. Откройте либо приложение, либо зайдите на сайт, это гомерически смешно. Ой, вот я не знаю, как после этого работать. А я все вспоминаю, вот, свою молодость еще детсадовскую, чтобы я получил, если бы все дело происходило в Штатах Соединенных, вот, и все, чем мы, так сказать, что мы демонстрируем друг другу с моей одногруппницей Юлией. Нет, это понятно, тебя просто прям на заднем дворе там уже детсады бы расстреляли бы в толерантной Европе. Друзья, смешнее сейчас, правда, на портале радиомаек.ру. У нас что-то невообразимо смешное творить с трансляцией. 5533 в начале смс слова маек. Во-первых, а, скажите, то же самое ли там происходит? А во-вторых, 728-71-71-кот-Москвы-495, мы, несмотря ни на что, попытаемся продолжить обсуждать тему. А сейчас Савелев не придет. Ладно, друзья, давайте продолжим все-таки обсуждать. И так, в центре нашего внимания и обсуждения, как это называется? Sexual harassment, да? Нам показалось немножечко, немножечко абсурдным. Вот те обвинения, которые выдвигаются против шестилетнего мальчика, знаешь, как у них же в суде? Типа, штат Вайоминг против шестилетнего, там, Герберта Уэллса. Вот. И, соответственно, нам показалось немножечко, друзья, абсурдным. С другой стороны, как совершенно справедливо замечают наши слушатели, а ведь беззащитность женщин тоже должна чем-то компенсироваться? В смысле? Которым действительно вот эти все, вот, как выразилось изысканного, когда вот по попе шлепки. Шлепки, да. А ведь многие же действительно этим грешат. Прекратите, господи господи. Нет, просто огромное количество людей уже зашли на видеотрансляцию. СМС-портал разрывается. Друзья, вот сейчас совершенно очевидно. Я работаю с детским садом. Выйдьте меня из-под стола, такие СМС-ки приходят. Не чините свою видеотрансляцию. Да, это смешно. Алло. Вот так я скажу. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас нет видеотрансляции? Нет, к сожалению, не знаю, зачем вы сметитесь. Я вам звонил, даже не слышал. Хочу высказаться... Меня Андрей зовут. Высказаться по данной теме. Я вот, кстати, по поводу этого мальчика, сочувствую мальчику. Это, мне кажется, идиотизм полностью, что там в Америке творится. А что касается нашей женщины, если я вижу красивую женщину, я всегда с ней... Алло. Да, да, послушайте, что? Я спрошу, как ее зовут. Я не вижу ничего плохого, если я с ней пообщаюсь. Или там пофлиртую, да? Потому что я мужчина, а она женщина. Это точно. У меня есть жена, у меня есть ребенок. Я себе больше его не позволяю. То есть я не предлагаю ей пойти со мной спать, встречаться, ничего такого. И поэтому я не вижу в этом плохого. Если мужчина там с девушкой разговаривает или что-то... Ну, вы меня понимаете. Нет, нет, мы это понимаем, когда это находится в рамках действительно допустимых каких-то отношений. Ну, конечно. Как девушка... Есть ли у девушки какие-то рычаги и механизмы защитить себя, если вот, по ее мнению, вот эти рамки переходятся? Звать на помощь окружающих, подойти к другому мужчину, сказать, вот он ко мне приставит, помогите, пожалуйста, мне. Вот такой... Тут огромное количество каких-то примеров из реальной жизни, когда происходят куда более страшные действия и дела. Люди как-то предпочитают отворачиваться и проходить мимо. Думаете, это сработает? Вот, знаешь, Леша, я вот вижу... Спасибо вам за звонок. Я вот вижу все-таки некоторую незрелость наших слушателей. Да. И ведущих тоже. Потому что люди, видишь, вот этими примитивными категориями. Я мужчина, а она женщина, значит, я имею право взять ее, нагнуть где-нибудь там, схватить, положить на плечо и сделать все, что хочу. Понимаете? Что вы гогочите все время, черт возьми? С radiomag.ru видеотрансляция. Вот невозможно с вами. Сейчас придет Сергей Вячеславович Савельев, и что вы будете с ним делать? Типа того что-то. Нет, по моему обезьянам это понятно. Я спрошу у него, послушайте, насколько естественно для 30-летних мужиков и для даже некоторых 44-летних мужиков. Так это фаза моторика. Вот все это действует. Ладно, друзья, кто не видит сейчас нашу видеотрансляцию, мы просто вот я потребую, чтобы это выложили в интернет в том виде, в котором это сейчас записывается. Потому что это прям отдельно. Короче, короче, есть некоторая незрелость. И то, что нам кажется абсурдом, на самом деле, это просто полная защищенность. Другими словами, полный абсурд называется, то есть абсурд называется полной защищенностью. Понимаешь меня? Да. Поэтому, друзья, гиперперезащищенностью даже, не то, что полная. Ну, знаешь, что лучше, как это называется, лучше перебдеть, чем недобдеть. Это раз. Ну, вот мам, знаешь, они перебдели мальчиков из школ, исключаются какие-то абсолютно невинные жесты, которые свойственны. Может быть, это научит других мальчиков держать дистанцию. Да зачем? Подожди, ты его подруги. Ребята, сейчас новости. Внимание, все на видеотрансляцию. Да. Ребята, сейчас новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА